Всем добрый день или вечер! Вы на канале Айпаровоз.com.ua И это обзор на сверхкомпактный мод на батарейку 18650 SWAG от компании Vapores. Поехали! BoxMod SWAG Давайте распакуем. Ну, давайте сначала по упаковочке. Упаковочка у нас такая классическая, не броская, не яркая, но очень, на самом деле, интересная. Ну, не с точки зрения дизайна, а с точки зрения информативности. Здесь у нас указано, что здесь на данном BoxMod установлен Omniboard 2.0 чипсет или чип. Мне тяжело об этом сказать. Есть быстрая зарядка, защита USB. Показывает время остаточного заряда. Технические характеристики на данном бода. Цвет. И проверка на оригинальность. Вот тут вот что-то надо вбивать. На сайте, я так, производителя, понимаем. Так. Ну, и, в принципе, всё. Из такого полезного. Давайте распакуем. Внутри у нас идёт BoxMod, USB кабель. Это что касается, вот, влажного в этот пластмассовый футлярчик. Так. Тут у нас идёт много бумаги. В том числе здесь есть инструкция на русском языке. Также есть инструкция, точнее, она идёт сразу же и на кит. Ну, они решили сократить печатную продукцию и напечатать сразу универсальное количество инструкций, которая подойдёт и на отдельный мод, и на комплект вместе с баком. Так. Ещё у нас идёт вот такая вот штучка. Я так подозреваю, что это гарантийный талон в данном изделии. Да. Так и есть. Так. Бумажки в сторону. Пошли разбираться. С самим девайсом. Говоря о внешнем виде мода. Он у нас формата пика на 22 мм. То есть, выполнен он в цинковом сплаве. Имеет текстурные такие панели пластиковые. Очень приятные. Сверху у нас шахта для загрузки батареи 18650. Сам коннектор. Кнопки управления плюс-минус. Зарядка USB. Кнопка меню. Ну и кнопка самого Fire. Если сравнивать её с пика, то по большому счёту они практически идентичны по высоте. Там на пару миллиметров пика выше. Если мы даже накрутим саму крышку, то вот они одинаковые. Ну, собственно, это было понятно, потому что батарейки всё равно все стандартные. Но если по высоте корпуса, то вот он даже тут чуть-чуть ниже. Сам корпус-то из цинкового сплава. Ну, верхняя часть выполнена из металла, из нержавейки. Ну, это наверняка. Варианты цветов различные. Есть оранжевый, голубой. Ну, в основном это панельки меняются, либо же цвет покраски. То есть она бывает темнее, бывает светлее. Снизу у нас идёт вывод газа и охлаждения самой платы. Так, давайте поставим батарейку и перейдём дальше. Так, я установил батарейку и поставил на него бак, чтобы продемонстрировать все его возможности. По техническим характеристикам мод может работать от 0,05 Ом. Что, в принципе, можно там работать с какими-то дрипками. В принципе, я не особо вижу в этом смысла, но вот он может работать. Имеет скоростную зарядку, как я говорил ранее. Ну, и куча дополнительных функций. В том числе там очень, скажем, плавающий преднагрев. Я его называю эквалайзер своего рода. Ну, в данном случае это ещё плюс 0,91 дисплей. Он достаточно большой, там больше, чем пика. Ну, где-то немного, но всё-таки больше. Так, включение и выключение стандартное. Это пятикратное нажатие. Также вы его включаете. Каждый раз вот засвечивается логотип. Сейчас он стоит в термоконтроле режима. Чтобы переключить, надо удерживать кнопку SET. Управление меню. Для Титана. Два предустановки. Режим байпас. Ну, и чтобы перейти в режим меню, во внутреннее, то надо три раза нажать. Дальше у нас идёт вот вверх-вниз листание. В принципе, инструкция на русском языке, она достаточно толковая, с нормальным переводом. Поэтому я не думаю, что у вас возникнут какие-то сложности. Я не буду говорить, что тут самая интуитивная система управления. Но, в принципе, разобраться в ней достаточно просто. И вы сможете не потеряться с ней спустя 1-2 дня эксплуатации с данным девайсом. Стандартный у нас режим вариват. Вы можете в нём поставить три варианта работы. Это нормальный, высокое напряжение, софт. По большому счёту, это, по идее, как бы как смоковская система. Но это поддача тока на сам бачок. Данная система, в принципе, реализована во всех модах вопореса современных. Вот у нас изначально по умолчанию стоит нормал. Вниз вы также листаете. Если вам надо вернуться, вы что-то промахнулись, вы можете это сделать кнопки плюс и минус. Так. Ну, это система термоконтроля, в которую вы задаёте мощность, которая будет поступать на испаритель. Также есть сброс всех настроек, которые у вас есть. Также вы попадаете в меню. Вот, переключаете. Сейчас вернёмся обратно, чтобы продолжить экскурсию. Это отключение самого дисплея, яркость, регулировка, количество затяжек считает. Ну, здесь вы можете либо сбросить, либо выключить систему. Ну, и выход самого меню. Дальше вы переходите в стандартный режим VariVat. К сваге у нас есть режим ещё дополнительно преднагрева. То есть, изначально у нас стоит VariVat. Чтобы перейти в режим преднагрева, надо три раза нажать на кнопку SET. Вы получаете вот два изображения, VariVat и CCW. Дальше вот есть у вас такой эквалайзер, к которому выставляете время, ну, сколько секунд, и какую мощность, вот до пяти секунд. Ну, или там чуть меньше. Вы можете вот выставить мощность как программу по парению. Честно говоря, эквалайзер большой. Можете его там выставлять именно по каким-то позициям. Особого смысла я в этом не вижу. То есть, по большому счёту, то есть, две-три точки, их вполне достаточно для того, чтобы было оптимально. Это усложняет сам процесс. Ну, он такой есть, но пускай такой будет. Чтобы выйти опять, ну, то есть, надо вернуться в режим тот же самый. Точнее, я сейчас выскочил. Три раза нажать, переходите обратно в режим VariVat. Также у нас вот режим есть Smart, в котором вы устанавливаете софт. Ну, это как бы оптимальная подача напряжения среднего на испаритель. Вот как-то это так звучит. Насколько это эффективно, мы позже проверим. И как это работает в режиме теста. Хотя у меня есть большие сомнения, что это так уже важно. Важно то, что тут в данном девайсе реализована быстрая зарядка. Девайс очень хорошо работает. Он работает быстро, четко, ясно, понятно. Он компактный и имеет своего потребителя. Многие функции взяты из более дорогих плат. Ну, более дорогих плат, скажем. Плата, она похожа, что в этой модели, что в... Господи, что в Avenger и так далее. Других моделей. Единственное, что здесь одна батарея, там, здесь меньше дисплей. Плата та же самая и чип тот же самый. Так, по сути дела, все. Переходим в режим теста. Бокс-мод свак от компании Вабареса. Компактный стелс-мод в руку для девочек, для мальчиков, кто хочет вот такой вот девайс. Отличное решение. Именно в плане топовости. То есть могу сказать, что качество изготовления высокое. Покраска качественная. Все детали. Ну, не к чему на самом деле даже прикопаться. Все сделано прекрасно. И с точки зрения тактильности, и с точки зрения посадки в руке. Ну, кому нравится данный такой формат, вот именно маленьких модов. На одну батарейку. Что касается функционала. Функционал шикарный, большой. Есть быстрая зарядка 2-х амперная. Конечно, батареи от этого лучше не будет. Но вот она есть. Есть время зарядки остаточное. Когда вы поставили ее на зарядку, вы можете увидеть, сколько времени осталось до окончания зарядки. Есть возможность работать от 0,05 Ом. Тоже плюс. Я, честно говоря, не вижу, для чего такие устройства использовать на таком сопротивлении. Но вот такая функция есть. Потому что вы батарейки будете просто так разряжать момент. Для данного бокс-мода их лучше использовать, если вы хотите получить максимум, лучше батарейки Sony. Почему? Потому что Sony даже при падении напряжения отдают все равно больше ампер, чем другие производители. То есть, когда именно одна батареечная модель, лучше использовать батарейки Sony. Витя Си шестыми, Витя Си пятыми. Что касается управления. Управление. Ну, инструкция не будет однозначно лишней. Ее стоит вам прочитать. И стоит, вот, скажем, попривыкнуть к системе управления, потому что оно непростое. Ну, не то, что оно непростое. Оно свое. Поэтому здесь, ну, им надо было чем-то пожертвовать. Либо же удобством, ну, скажем, простотой в эксплуатации, либо функционалом. Так как эта плата также используется в других модах, да, в Revenger, там, ну, на две батарейки, да, там. То я считаю, что ничего плохого они в том, что напичкали ее такими функциями, нет. Тем более, что этот чипсет отрабатывает отлично. Больше, собственно, сказать мне нечего. Если вам нравится такой формат, то приобретайте его. Я надеюсь, был вам полезен. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, переходите в магазин. Спасибо. До свидания.